Здравствуйте! Как отвечать на негатив? Это часть нашей работы. Наша задача – свести ее к минимуму, но избежать никогда не получится. Поэтому нужно понимать, что есть несколько ситуаций, когда мы с ним сталкиваемся. Существует объективный негатив. Продолжающее качество, брак, несоответствие с заявленным характеристикам, повредили упаковку и т.д. Лучше всего здесь реагировать быстро. Например, мы можем заранее указать в карточке информацию, как должен вести себя покупатель в таких случаях, куда обращаться, в службу поддержки и даже как в эту службу поддержки тыкнуть и написать. Второе – это субъективный негатив про товар. Ой, я заказала 100 мл, а прислали 50, хотя на самом деле она и заказывала 50. Миска для собак не оправдала ожиданий. Ой, она не стального, а металлического цвета. Я рекомендую быть всегда максимально вежливым и дипломатичным, а на подобные отзывы стараться отвечать с юмором, потому что многие покупатели это оценят, ведь большинство покупателей они как раз таки и адекватные. Третье – это негатив, никак не связанный с товаром. Он может быть вообще о чем угодно. О работе ПВЗ, о долгой доставке, о плохой погоде. Поставьте пометочку, что отзыв не связан с товаром. Да, мы селлеры тоже можем жаловаться на плохие отзывы и обязательно укажите об этом в ответе покупателю. Такой отзыв на самом деле может быть даже хорошим. Например, товар быстро приехал, получил все замечательно, но еще не пробовал. Но при этом он ведь не содержит никакой полезной информации для других покупателей, а значит он бесполезен. И многие покупатели такие отзывы на самом деле не любят. И четвертый – это неадекват. Встречаются они крайне редко, по крайней мере у нас. Но тут, как всегда, рекомендую включать оструемые. Лично я обожаю читать какие-нибудь извительные ответы на подобные отзывы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова